Украинская столица 11.00 в эфире свежий выпуск новостей о главном к этому часу. Пятеро украинских военных ранены, четверо травмированы на Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Огонь российские наемники открывали 27 раз, применяя запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы и минометы. В частности, под вражеский огонь попали украинские защитники в Водяном, на Приазовье и Красногоровке возле оккупированного Донецка. А на Светлодарской дуге противник обстрелял Новолуганское. С начала текущих суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, сосредоточился на Луганском рубеже. Там минометы развернул на Причепиловку, а ствольную артиллерию на Новотошковское. Артиллерию применили захватчики на Приморском направлении накануне. В течение часа обстреливали Ломакина, это поселок под Мариуполем. Последствия артналета показали украинские военные. Фото выложил на странице Facebook пресс-центр объединенных сил. Огонь боевики вели из соседней оккупированной Саханки. Снарядами зацепило крышу промышленного предприятия. А на территории зафиксировали 10 воронок от разрыва вражеских боеприпасов. Пострадавших в результате обстрела нет. Воспаление легких у политзаключенного Кремля Эдема Бикирова, тяжелобольного крымско-татарского активиста. Об этом ЮЭТВ рассказала его дочь Леонора Бикирова. По ее словам, отцу прописали антибиотики и увеличили дозу инсулина. А это опасно для его сердца. Увидеться с отцом родные не могут. Въезд в аннексированный Крым оккупационная власть им запретила. Общаются через адвоката. 211 идей, как он находится в СИЗО. То есть он дышит воздухом только, когда его вывозят на суд. А это бывает крайне редко. То есть на прогулку его не выводят. Мы не можем добиться, чтобы его все-таки вывезли в больницу. Хотя бы прокапаться, хотя бы показать врачу. А то, что они вывозят, это для галочки. 57-летний Эдем Бикиров – инвалид первой группы. У него ампутирована нога, сахарный диабет и больное сердце. Крымского татарина российское ФСБ задержало на въезде на аннексированный полуостров 12 декабря прошлого года. Против него сфабриковали дело о хранении боеприпасов. Его незаконно удерживает в Симферопольском СИЗО, аннексированного Крымом. Финансирование терроризма, убийства гражданского населения, манипуляции и пропаганда – это современный курс Кремля, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он выступил на открытых дебатах Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Дипломат призвал страны мира противостоять российской агрессии и привлекать виновных к ответственности. По его словам, распространение терроризма в мире делают возможные множество факторов, в частности, недостаточный контроль границ, недоведение до конца расследований и нелегальный оборот оружия, вывезенного из зон конфликтов. Футбольный турнир между участниками боевых действий на Донбассе проходит в одной из киевских спортивных школ. Его цель – социализация тех, кто прошел войну на востоке Украины. Проект разработан при поддержке Европейского Союза. На месте проведения матча находится корреспондент UATV Артем Голуб, он с нами на прямой связи. Артем, здравствуй. Не помешала ли погода матчу и сколько ветеранов принимает участие? Приветствую, Стас. Да, действительно, погода сегодня немножко испортилась. Утром начался дождь, организаторы боялись, что придется перенести вообще матч или перенести его в более закрытое помещение. Но сейчас дождь полностью закончился и матч уже, собственно, начался. Сегодня здесь принимают в этом товарищеском футбольном матче около 20 ветеранов Российско-Украинской войны. Вот сейчас буквально уже идет во всю игра. Это матч посвящен поддержку ветеранов Российско-Украинской войны. Здесь собрались представители общественных благотворительных организаций, представители также Европейского Союза и Миграционной службы Организации Объединенных Наций. Всего, как я уже сказал, здесь собралось 20 украинских ветеранов. И они сыграют сейчас два матча. Это первый матч. Каждый будет длиться недолго, всего лишь по 15 минут. Матчи пройдут в формате, как сказали организаторы, за права человека. То есть, каждая команда выбирает себе собственного командира. И, скажем так, матч проходит без судей. Что самое интересное, все конфликтные ситуации этого футбольного матча игроки решают сами. Также они сами выбирают первый и второй состав своих команд. Организаторы этим матчем хотят привлечь внимание общественности к реинтеграции, социализации украинских ветеранов, которые возвращаются после боевых действий из Донбасса. И, таким образом, хотят привлечь к ним внимание, к их проблемам и помочь им вернуться, социализироваться, найти работу и лучше понять их проблемы. Этот проект финансируется Европейским Союзом и называется он «Поддержка реинтеграции ветеранов войны на Донбассе и их семей». Тут был Хьюг Мингарелли, глава представительства Европейского Союза в Украине. И он заявил, что за все время, за пять лет войны, в войне с Россией на Донбассе поучаствовало около 350 тысяч украинских граждан. И также я предлагаю послушать, что он сказал конкретно по поводу этого события. И когда эти люди пытаются реинтегрироваться в мирную жизнь, они сталкиваются с непростой системой социальной защиты. Они должны общаться с целым рядом чиновников из разных министерств. И мы в Евросоюзе стремимся им помочь. Этот проект общий между Европейским Союзом и Украиной действует с января этого года и продлится до июня 2020 года. В нем запланировано различное проведение спортивных турниров, круглых столов, психологической помощи для помощи социализации украинских ветеранов. На данный момент первый матч уже, собственно, вот только что закончился. Сейчас будет небольшой перерыв и через какое-то время начнется второй матч, который продлится также 15 минут. На этом у меня вся информация. Стас, передаю тебе слово. Спасибо, Артем, за подробности. Корреспондент ЮЭТВ Артем Голуб о футбольном турнире среди участников войны на Донбассе. Его цель – социализация тех, кто прошел войну на востоке Украины. Проект разработан при поддержке Европейского Союза. Книги из йогуртовых упаковок и асфальт из коробок для соков. Активисты экологических проектов сняли познавательные ролики о том, как правильно сортировать мусор и что получается из него при переработке. На презентации роликов побывала Ольга Михалюк. 14-летние София Кристина Борисюк и Никита Шульга стали героями роликов экологического проекта «Украина без сметя». Школьники рассказывают, как сортировать мусор. И как бумага, металл, стекло или пластик перерабатываются на заводах и какие новые продукты появляются благодаря ресайклингу. Три года назад юные активисты запустили экологическую инициативу «Компола» – идея компостировать пищевые отходы, получая удобрения. Начали со своей школы. Катализатором стало то, что у меня рядом с домом очень много лет был пустырь незаконный после стройки. И как бы это не очень приятный вид из окна, поэтому мы подумали с родителями, как бы мы могли бы в принципе исправить эту ситуацию. Один из вариантов мы придумали – это компостирование. По три его производства вы, наоборот, уменьшаете количество мусора и удобряете, не знаю, дерево, чтобы оно ощущало воздух вокруг себя. Одно ведро – это где-то 20 литров. В среднем школа за день выбрасывает. То есть за неделю, ну, учебный именно, у вас получится 100 литров. То есть, в принципе, это хороший результат. И потом вы это не выбросите на свалку, что будет уже лучше для экологии. Проект сразу оценили в Министерстве экологии и образования. И за три года к переработке пищевых отходов присоединились более 200 школ. Только с начала года удалось собрать почти 53 тонны отходов. На выходе компоста получается в два раза меньше. Зато таким объемом можно удобрить стандартное футбольное поле. Ребята еще и классно рекламируют Украину на международной арене. Они уже были номинантами двух известных международных премий в Сан-Франциско и Стокгольме. Также выступали на форуме в Италии, на TEDx. Как можно не восхищаться такими детьми. Нужно их поддерживать и делать совместные проекты. Пять лет назад Евгения Аратовская и сама дала старт проекту глубокой сортировки Украина без сметя. Чтобы максимально уменьшить количество мусора в Украине, на организованной активистами станции сортировки твердые бытовые отходы разделяют на более 40 позиций. Отсюда мусор отвозят на переработку. Главное условие, чтобы он был чистым и сжатым. То же самое касается пластиковых бутылок. Нужно обязательно сжать, чтобы оптимизировать нашу расходную логистику. Металл, стекло, комбинированная упаковка, бумага, плотные пластики, пластиковая бутылка все перерабатывается. Издательство «Ранок» в Харькове делает из этой упаковки книжки, потому что в ней содержится 75% макулатуры, бумаги. И вот в этом году впервые сделали такую прекрасную книжечку, которая, ну, знаете, особенная. Из остатка, это полиалюминий, можно делать пластиковые люки. И они тоже производятся. Кроме того, уже добавили в строительство дороги 5 тонн вот этих отходов. По данным активистов, в Украине насчитывают до 40 тысяч мусорных свалок. При том, что сотни украинских перерабатывающих заводов вторсырьем обеспечены только наполовину. Ольга Михалюк, Андрей Толеренко, UATV. К этому часу пока что все. Эта и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. Следующий выпуск на русском языке. Менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok